В Алматы мужчина, на которого рухнуло дерево, не может добиться компенсации. Айден Буранбаев парковал велосипед, когда на него упал карагач. Из-за серьезных травм он остался без работы. Но в аграрном университете, во дворе которого росло дерево, по словам пострадавшего, даже не попытались помочь. Впрочем, в самом ВУЗе уверяют, что к ним обращения не поступало. Корреспондент КТК Денис Брагин выслушал все стороны. Последние 9 месяцев Айден Буранбаев с трудом ходит, но ни на минуту не останавливается под деревьями. Мужчину покалечили тяжелые ветки, рухнувшие с высоты при сильном ветре. Пострадавший утверждает, что виновных так и не нашли. После окончания работы мы с коллегой вышли с объекта. Я в тот момент был на велосипеде. Мы здесь, около этого дерева встали. И попрощались, он пошел дальше. Я только начал сел на велосипед и хотел ехать в сторону дома. В этот момент я услышал звук ломающего дерева. Я не понял, где оно ломается и куда уйти от этого падения. Посмотрел наверх и в тот момент на меня упал этот ствол дерева. Айдын получил трещину в черепе, сотрясение мозга и перелом одного позвонка. Есть и другие травмы. До того случая 36-летний мужчина работал на стройке. Зарабатывал около 600 тысяч в месяц. А теперь не может обеспечивать себя и содержать семью. Жена домохозяйка. У супругов двое детей. Пострадавшему безвозмездно помогает юрист. Он обратился в районный Акимат. Там ответили, за деревья на своей территории несет ответственность учебное заведение. При этом, уверяет представитель Айдына, вуз не искал виновных и не предложил помощь. Они даже не удостоились приехать в больницу, спросить, как у вас. Мы вчера поехали туда с ними переговорить по этой ситуации. Они даже не хотят об этом переговаривать. Все произошло здесь 20 июня прошлого года. На мужчину упали ветки этого карагача. Находится он на территории аграрного университета. Сразу после ЧП дерево частично распилили. Но часть веток до сих пор нависает над переулком. Местные боятся, что несчастный случай может повториться. Сегодня Айдын с юристом снова пришли в вуз. Проректор заверил, что о пострадавшем узнал только вчера. По его словам, университет хотя и отвечает за свои деревья, но обрезать их самовольно не имеет права. Нужно нанять компанию и только через тендер. Специально приезжают люди, они начинают пилить эти деревья. Сами не мы пилим, сами пилить, потому что они дают оценку. Мы ежегодно объявляемся на распилсию. В этом году у нас на сумму, я примерно помню, вот недавно разыгрался, на 3 миллиона тенге. Мы, ну 3 миллиона с копейками, я сейчас точно не помню. Кто не доглядел, будет разбираться руководство вуза. Раньше этого не сделали, потому что обращений не поступало, говорят в университете. Проверка займет от 7 до 10 дней. Об этой ситуации мы вчера поговорили с представителем, должны были обратиться с письменным запросом. И после этого мы должны были рассмотреть его и дать соответствующее наше пояснение. В этой ситуации, то есть, поскольку не было неофициального запроса с тех времен, мы, естественно, не могли ничего комментировать. Пострадавший претендует на инвалидность. Кроме того, ему требуется длительная реабилитация. Если вуз не пойдет навстречу, мужчина намерен добиваться возмещения ущерба через суд. Денис Брагин, Алмаз Нордоз, КТК, Алматы.